всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня я буду видео снимать не тогда когда иду на работу а наоборот уже иду с работы я сегодня пол дня отработала а вторые полдня будет работать другая сотрудница прежде всего да опять таки кто меня не знает хочу представиться меня зовут лена я живу в подмосковном поселке селятина многие наверное мне уже знают поэтому может быть излишнее представление ну вот так что я хочу прежде всего что хочу сказать сегодня на канале вышло моё видео по поводу доживания старости и прочее прочее получила много откликов на свое видео хочу всех поблагодарить что вы приняли участие в комментариях писали комментарии рассказывали про свою жизнь и делились там своими творческими успехами и не только там творческим вообще чем вы занимаетесь что вы делаете очень интересно это почитать и если вы позволите я наверное соберу некий ну какие-то комментарии объединю их со своими мыслями объединю их где-нибудь на канале дзен на моем ссылку на дзен я оставлю в описании а вы можете пройти туда и поучаствовать там в обсуждением вот сейчас я иду домой меня должны встретить таня с мальчиками вот мы хотим пройти в магазин какой-нибудь чего-нибудь посмотрит а не хочет фикс прайс и видео будет уже на видео канале она расскажет я этого делать не буду вот а я хочу зайти в какой-нибудь не знаю пятерку какой магазин попадется по дороге хочу купить все то салат салат с морепродуктами о котором вы меня просите чтоб я сняла рецепт приготовления этого салата ну я не знаю он очень простой но если вы так хотите я сниму его да ну мы уже так его наелись что уже как-то не хочется и только ради вас вот сейчас пойду поищу эту рукколу то что она не всегда бывает или бывает не свежая вот думаю всяком случае вам покажу какие продукты туда нужны для этого салата и как я буду делать но чуть позже вам покажу своих малышей карандашей наверное уже где-то там идут по дороге я вам потом покажу как они меня встречают вот я подошла к месту встречи это такое знаковое место в поселке называется крестик потому что здесь пересечения основных дорог нашего поселка и одна из достопримечательности единственный светопор во всем поселке а вот а еще у нас тут есть вот такой вот памятник он называется селяну и ну в духе времени конечно было положить ему сюда шнурочек от маски до этого маска лежала вот он такой у нас товарищ стоит даже я не знаю кто это придумал еще служу служил к так вот тут написано служил при дворе при дворе митрополита фио ги ги оста ну короче не знаю кто эти люди а вот а вот у нас тут сосенки вот он так красиво смотрится на фоне а вон идут мои карандаши малыши кричат бабочка да привет 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 ой 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 так начинаем для салата должна быть руккола вот вроде я нашла такая более менее свежая вот смотрите у рукколы у нее такой яркий выраженный вкус и если кто-то не очень любит рукаву можно взять какой-нибудь палатки потаска на 30 вот такая вот смесь бывает разные можно этим воспользоваться так что у нас тут больше нам тут ничего не надо дальше нам нужно нам нужен будет сыр 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 нужен нам мягкий я редко в этот магазин хожу от нас достаточно далеко не знаю где тут этот товар расположен так ну вот сыр вот такой нам нужен будет нам подойдет смотрите либо вот такой вот фитакса идеально для салата либо вот либо вот все таки тоже неплохой какой лучше взять тань да все таки то не сказала возьмем все таки вот смотри сейчас есть фиш-хаус по скидке 189 рублей посмотрим а ты хочешь с креветками с морским коктейлем лучше с креветками а так можно с морским коктейлем 500 грамм здесь почистить сколько их будет грамм 200 грамм свежие посмотрим свежие смысле в рассоле рассоле ну давай а вот ой хочу-хочу с осьминожками красиво очень будет давай возьмем 179 рублей ну то же самое получается только они чищены уже с ними меньше и вот эти вот все ты вот эти вот все штучки вот эти вот они все для такого салата подойдут выбор сегодня хороший вот давай мы возьмем креветки и возьмем осьминожки давай две пачки да да немножечко будет очень красиво вот смотреться так еще нам для салата нужны будут кедровые орешки но я что-то их тут не наблюдают анти видишь нет ну вот у нас дома есть но я хотела показать нет туда них на развес можно купить зато тут зато тут лучше есть вот эти сурции привожу сюда вон они кедровые орехи вот кедровые орехи ну нам нужно совсем чуть-чуть мы покупать не будем потому что у нас дома есть вот это я вам только пока просто показать ну все мы все купили для салата идем делать идем делать салат ну нам еще понадобится мед если у кого нет гранатовый соус гранатовый соус оливковое масло бальзамический уксус у нас совсем капелька осталось надо поискать его нет туда ну да он почему-то не вот таких вот дешевых магазинах как бы обычного польза не редко бывает он зато наршарап есть ну итак вернемся к нашему салату который вы у меня просили начнем с того что сделаем соус заправку для него что нам нужно нам обязательно нужно медик ну желательно чтобы он был жидкий потому что тогда он быстрее размешивается но у меня вот он немножко уже загустел ничего страшного вот и в идеале мы этот мед должны размешать с лимонным соком соком лимона выдавить можно но мы забыли купить его поэтому воспользуемся лимонным соусом который я кстати привезла из турции купила его в метро там тоже все хохотали что у нас такого хватает у нас хватает мне не хватало вот и надо вот это вот все очень хорошо размешать чтобы оно все было однородное мед с лимонным соком так вот так ну вот мы размешали смотрите такая у нас кашица но не до конца еще размешалась ну ничего размешается в процессе вот и добавим бразомический уксус но я думаю что двух ложечек будет достаточно на такое количество и разумеется наш гранатовый соус ну тут уж как фантазия позволит я вот люблю когда очень такой кисло-сладенький получается когда ему побольше он аромат дает и все такое так что мы это размешали и добавляем оливковое масло оливковое масло кстати тоже из турции привезенный короче у меня все все продукты все турецкого производства и смотрите теперь нужно это все хорошо размешать вот я там когда готовила этот салат когда-то не ждала с детьми когда они приехали я тоже ему там долго-долго мешала он масло должно туда вмешаться он будет такой вот весь однородный однородный поэтому не пожалейте своих усилий и времени хорошо хорошо его размешайте ну вот смотрите все такой однородная стала вот хорошо размешалась поэтому подготовили соус а здесь у нас орешки сейчас я их немножко поджарю кстати вот сковородочка тоже приехала из турции покупала я ее год назад в магазине шок пользуюсь ей вот такая вот маленькая удобно на ней удобно и лишницу жарить или что-то такое мелкое так на сковородку чуть-чуть навела масло нужно разогрелось креветки слила с них рассол кидаем долго и жарить нельзя иначе они будут резиновыми и туда же отнимутся и быстренько-быстренько обжариваем а чтобы они еще вкусные были мы добавим сюда ложку меда добавили ложку меда и вот это на сильном огне быстренько-быстренько обжариваем сейчас из этих креветок выступит вся вода которая в них была она уже видите их будет мало 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 так ну вот я считаю что достаточно поджарили вот я добавила мед и ну если есть коричневый сахар то тоже очень хорошо они тогда более карамельные получается более зажаристые ну вот мы сегодня с медом у нас будет средство с медом так что я их подключаю они у нас готовы так ну еще нам нужен салат потребуется мягкий сыр я взяла для греческого салата сиртаки 55 процентов вот вытащила я его сейчас кубиками нарежу и потом уже выложу это все на листья рукколы так ну что мы значит на нарезали сыр и начинаем собирать салат на тарелочку вот у меня такая плоская выкладываем листья салата можно их просто порвать помельче вот помельче немножко порезом порежем порвем можно ножом вот я вот руками это все делаю смотрите этот салат и который продается вот в коробочках прям его не мыть ничего не надо он полностью готов то есть с ним делать ничего не надо вот мы его вот так вот выкладываем в художественном беспорядке так дальше мы сейчас сверху сверху положим привет сверху осьминожки семья моя любит этот салат на его довольно часто делаем и они делают в турции его почему-то странная история что турция все-таки страна там пяти морей а как-то вот морепродуктов так что так вот меньше чем у нас магазинах не знаю почему чем это связано можно с этим соком полить и прямо так вот руккола подружилась так вот мы значит сверху сыр распределили его более-менее ровненько посыпаемся орешками кедровыми и наш салат практически готов осталось только залить его соусом но его нужно соус заливать прям непосредственно перед подачей на стол потому что там содержится очень много кислоты вы помните мы там уксус бальзамический добавляли и соус мар гранатовый он достаточно кислый и если сразу полить то зелень себя пожухнет она такая в тряпочку превращается поэтому соусом нужно заправлять непосредственно перед подачей прям вот на стол поставили соусом полили и кто уже это все готово можно кушать ну все мы салат поставили уже на стол осталось его только заправить вот так вот поливаем такая вкуснятина у нас будет все салат готов приятного аппетита на этом мы заканчиваем всех благодарю за внимание до новых встреч и пока пока пока